Мартовский номер Плейбоя в 1964 году был посвящен русским девушкам, а также жительницам других государств за железным занавесом. На обложке этого номера красовалась чехословацкая актриса Ольга Шаберова. Но всем интересно было в первую очередь посмотреть именно на советских девушек. На шести страницах номера было написано только про них. Американским мужчинам, имеющим лишние полторы-две тысячи долларов, Плейбой рекомендовал потратить съездить в СССР и попытаться соблазнить какую-нибудь русскую красавицу. Кто же оголился для того выпуска? Ими были актрисы из Чехословакии Дана Смутном и Карла Кадимова, художницы из Польши Эльжбета Струшинска, польская актриса Йоланта Умецка, актрисы из Югославии Милена Дравич, Беба Лончар и Дуня Райтер. Теперь наверняка все задались вопросом, а где же советские женщины, о которых написано целых шесть страниц? Плейбой предвидел этот вопрос и подкинул читателю фейк фотографии обнаженной советской девушки, демонстрирующей все свои прелести. Девушкой на снимках якобы была стоматолог из Ленинграда по имени Маня Гаспарова. По крайней мере, именно так было написано. На Западе в эти сказки, конечно же, поверили. Но мы-то с вами понимаем, что журнал просто опубликовал снимки какой-то американской модели, выдав ее за простую русскую девушку с вымышленным именем. А для правдоподобности откровенные фото были разбавлены реальными снимками советских девушек, одетых. Сделаны, кстати, эти фото были тайком на Московском международном кинофестивале, проходившем в 1963 году. Но одна гражданка СССР все же засветилась в плейбое с обнаженной грудью. Это была актриса Эви Киви, уроженка Таллина. Это сегодня Прибалты рассказывают своей молодежи про то, как Советский Союз их оккупировал и угнетал. В действительности же люди там жили намного свободнее, нежели в остальном Союзе. В 1964 году Эви Киви без каких-либо проблем снялась в плейбое, и никто ее за это не пристыдил. Она спокойно продолжила играть на театральной сцене и сниматься на Мосфильме и Таллинфильме. Тогда же она вышла замуж за олимпийского чемпиона Анса Ансена. Он стал ее вторым мужем. Первый был морским капитаном. А в 1971 году у Эви завязались отношения с американским певцом Дином Ридом. Их роман длился 7 лет. С Ансеном Киви развелась в 1972 году. В 1983 году Эви Киви признали заслуженной артисткой Эстонской ССР. В 2010 году она опубликовала свои мемуары. Ее сын Фред Ансон владеет фитнес-клубом в Таллине, а еще у Эви есть трое внуков. В этом году Эви Киви отметит свое 85-летие. Ниже приведены несколько цитат из интервью, которые она дала в 2021 году. Я всегда считала себя наполовину русской актрисой, хотя лишь в одном фильме «Капитан первого ранга» мне посчастливилось сыграть русскую девушку Валю. В остальных картинах, а их у меня более 60-ти, я играла в основном всяких иностранок. С Дином Ридом я познакомилась в 1971 году в Москве. И это была любовь с первого взгляда. Как только наши глаза встретились, он сразу схватил меня на руки и поцеловал, как в сказке. Потом приехал в Таллинн и пел серенады под моим окном. Была такая снежная зима, опять как в сказке. В современной Эстонии стало жить очень сложно в материальном плане. У нас очень дорогая электроэнергия и вообще все дорого. Но Эстония – моя родина, которую я никогда не изменяла. Я живу очень и очень скромно. Вы не поверите, но 14 лет назад, в возрасте 71 года, Эви Киви решила, как говорится, тряхнуть стариной. И снова снялась фотосессии эротического характера. Причем фото получились гораздо пикантнее, чем в молодости.